Здравствуйте! В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Юрия Осипова. В этом году, 6 декабря, «Алмаз Регионбанк» отмечает 30 лет со дня основания. В рамках юбилейных мероприятий региональный банк проводит масштабный бизнес-тренинг «Алмаз Бизнес Комф», хедлайнером которого выступит лучший маркетолог страны Игорь Ман. Во всем этом мы сегодня поговорим с гостью у нас в студии Наталья Ермолаева, начальник управления стратегического маркетинга акционерного коммерческого банка «Алмаз Регионбанк». Наталья Николаевна, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, прежде всего, давайте определимся с понятиями, что же все такое маркетинг. Маркетинг — это наука, да, сейчас 21 века. Способ привлечения, продвижения компаний, брендов — это как может быть малый бизнес, это может быть крупный бизнес, да. Сейчас вообще тренд на то, чтобы компании активнее, интереснее, да, начали привлекать себе клиентов и, конечно же, удерживать своих старых. Это услуги, магазины, все, что касается вот работы, да, с населением, с обществом, это все про маркетинг. И вот как в региональном банке строится маркетинг? Вообще у нас в банке, да, очень много креативных профессий. В той части это маркетологи, это рекламщики, это даже инновационные, да, профессии, такие как айтишники. И все они работают на одной из задачей, чтобы оказывать качественные услуги, которые отвечают требованиям современного мира. То есть мы уже понимаем, да, то, что опыт открытия счета, да, обычной карточки 10 лет назад и опыт открытия карточки вот в 2023 году, он отличается. И все это благодаря тому, что вот маркетологи, да, социологи, те же бизнес-аналитики изучают потребительские привычки поведения. То есть это то, что человек, у него было сформировано 10 лет назад, да, со временем, тенденциями, а вообще мира, с развитием человека, да, все его как бы такие потребности, они меняются. И вот банк тоже, да, вот все эти 30 лет он идет на волне трендов, тоже постоянно обновляет, меняет. У нас есть управление стратегического маркетинга, да, у нас есть управление разработки продуктов, где работают вот операционные маркетологи, которые придумывают такие классные вот фичи, как вы сегодня анонсировали в самом начале. И то есть можно сказать, что маркетинг — это своего рода взаимодействие с потребителем? На простом языке, да. То есть это взаимодействие с клиентами. И вот почему важно именно сейчас работать в этом направлении? А почему важно? Да, мы сейчас понимаем, что вообще экономика, да, по всему миру, она как бы немножко дестабилизировалась. И в целом есть большие вызовы, трудности, с которыми сталкиваются компании. То есть на рынке все больше предпринимателей, а людей как бы по тенденции особо больше не становится, а компаний все больше, и каждый пытается ухватить свой рынок, да, чтобы удержаться на этом рынке, чтобы дальше компаниям расти, не малым, микро, а крупным компаниям. Это очень важно. Это даже так же важно, да, даже для сел, да, потому что это есть социальный маркетинг. То есть когда ты удерживаешь свое население у себя в населенном пункте, да, и у тебя как бы бюджет сформировается, да, от того, что люди там живут у тебя там в селе, ну, условно там, скажем, майя, да. И чем больше у тебя население, тем больше у тебя поступает денег в бюджет, потому что это налоги, да, внутри экономики. Это тоже социальный маркетинг, это тоже промаркетинг. То есть когда мы сейчас говорим про маркетинг, это не история того, что это только для предпринимателей, там, только для крупных корпораций. Нет, это вообще в целом вот и для муниципальных образований, и для больниц, да, и для школ. Вот поэтому мы считаем, что маркетинг сейчас в целом очень важен не только для предпринимателей, но и для таких государственных, так сказать, структур, скажем. Ну вот сейчас мы сказали именно про маркетинг. Какие основные направления развития банка сегодня? Основные направления банка, да. То есть Алмаз Аргенбанку в этом году 30 лет. За эти 30 лет банк очень много работал, он менялся, он шел вперед за трендами, за новинками, но и в целом, да, наша основная стратегия — это же развитие экономики республики, да, как мы ранее вот говорили о том, что вообще важны и социальные, да, вот проекты. Вот в этом году мы поняли, что у нас республики очень мало таких качественных образовательных проектов, где бы к нам приезжали федеральные спикеры. Вообще есть боль, да, вот так как мы отдаленный регион, нашему населению нужно постоянно ездить, то есть летать в Москву или еще в Питер, Новосибирск, да, или как бы участвовать в вебинарах. Но это тоже не всегда удобно, потому что люди все-таки любят взаимодействовать оффлайн. И поэтому с середины этого года в честь юбилейных мероприятий мы начали декаду таких вот конференций, да, у нас были на День предпринимателей республики, у нас проходил строительный форум, сейчас у нас еще также для наших физических клиентов, да, тоже много активности запланировано на ноябрь месяц. А вот 1 декабря — это привоз федерального спикера Игоря Мана, который себя уже на 30 лет рекомендует на рынке как топ номер один. Ну вот сейчас мы сказали о проделанной работе, да, вот за годы существования, а какие планы на будущее, на более долгосрочное? На долгосрочное — это все-таки мы делаем упор на развитие, да, общества, то есть развитие финансовой грамотности у населения, потому что когда мы понимаем, что население финансово грамотное, в целом как бы от этого получают пользу все. Вот, а в этом году мы с этого начали и планируем уже продолжать следующий свой десяток. Ну вот вы уже сказали о том, что на масштабное мероприятие приглашен Игорь Ман, один из известных маркетологов страны СНГ. Вот как вам удалось пригласить его? С Игорем Маном мы общались год, да, то есть это спикер, который работал в крупных компаниях, топ-10 там компаний России, также он является независимым консультантом, да, у многих компаний, он работает в странах СНГ, и мы с ним год общались по поводу его приезда, подбирали нам нужную дату, и в целом он сам сейчас очень заинтересован вот выступлением именно там на Дальнем Востоке, да, потому что на Дальнем Востоке есть большие перспективы, как бы это старт, ну, траектория движения, да, как бы сейчас мы понимаем Азии, поэтому Дальний Восток для него интересен, потому что предприниматели Дальнего Востока, да, они как бы подающие надежды, так сказать, потому что в центральной части России уже как рынок сформирован, там таких волатильностей, возможно, не будет, а на Дальнем Востоке очень большие перспективы, а есть много нераскрытых проектов, которые можно открыть, да, вообще, дальше их развивать в сторону той же Азии, почему нет, поэтому Игорь охотно согласился приехать, просто вот год мы выбирали дату. Ну вот это он приезжает сюда, а может быть были проведены какие-то встречи за пределами региона? Он сюда приезжает, да, встречи за пределами региона не было с ним, да, конкретно, потому что есть телефон, есть почта, да, то, что сейчас позволяет современный мир, но у нас есть такое предложение, что у нас много предпринимателей представлены в районах республики, да, это будет мероприятие оффлайн в городе Якутске 1 декабря, но также для предпринимателей, которые находятся в районах, у нас будет онлайн-трансляция, то есть как бы если вы находитесь там в отдаленном районе республики, это вообще не проблема, как бы вы можете подключиться и 7 часов интенсива также посмотреть дома, сидя за диваном. Ну и раз приезжает такой опытный спикер, то на какие результаты вы рассчитываете? Основной вообще как бы основная наша цель, да, в том, что у нас же там две темы заявлены, это то есть маркетинг без бюджета, это инструменты, которые можно применить здесь и сейчас, которые Игорь предоставит прямо на тренинге, да, и вы это возьмете с собой, и, конечно, уже за вами остается ответственность, будете вы это применять или нет. Вторая тема — это уже growing, это для компании, которые уже работают от трех лет, да, точно на рынке, и эта история growing — это вообще что, да, это от слова того, чтобы это условно как хакнуть маркетинг, то есть быстрый рост, быстрые движения, быстрый рост, и вы как бы с 300 тысяч там сразу до миллиона можете прыгнуть, когда оптимизируете свои бизнес-процессы, и про это тоже будет вторая часть форума. Ага, ну вот вы сказали о темах, да, которые были выбраны, а как эти темы были выбраны? Эти темы выбирались по тому, что есть две проблемы, да, проблема — это денег нет, и вторая проблема — это куда расти, вот, и мы исходили от этих запросов предпринимателей, то есть мы понимаем, что не все готовы вкладывать в маркетинг там миллионные суммы, это давайте будем реалистами, да. Поэтому эти простые инструменты, да, вот опять подчеркну, да, простые, которые вроде бы все знают, но не применяют, и там будет рассказано, как это правильно применить, что сделать, чтобы вот у тебя было не 100 клиентов, а тысячи, вот как простыми шагами на примерах. А growing — это вот история того, чтобы очень много амбициозных предпринимателей, очень много ребят, которые сейчас, ну, в своем молодом возрасте готовы рисковать, готовы там работать, готовы выходить на новые рынки. Это вот для них будет тоже очень полезно. Ну и можете ли вы открыть тайну и рассказать, в честь юбилея будут ли какие-то выгодные предложения для клиентов банка? В честь юбилея у нас уже как бы очень выгодные ставки по кредитам, классные ставки по вкладам, да, там нет каких-то скрытых предложений, то есть у нас максимально честные ставки, которые мы указываем на сайте и как бы на всех наших информационных материалах. Поэтому, мне кажется, юбилей у нас уже скоро, а вкусные ставки и проценты у нас уже сейчас. И вы можете сейчас поздравить с юбилеем родной банк? Мой любимый банк. Поздравляю с 30-летием. И мы вас ждем, всех жителей республики, предпринимателей, 1 декабря на конференции «Алмаз Бизнес Конд». Ну и с нашей стороны мы желаем дальнейшего процветания банку и надеемся, что грядущее мероприятие будет полезно как вашим сотрудникам, так и представителям малого и среднего предпринимательства в регионе. Спасибо. Спасибо вам большое. Это была программа «Актуальная интервью». Встретимся в эфире.